15 ноября 2016 года сегодня несмотря на все проблемы я вышел в эфир вы меня заждались я прошу прощения не виноват но может быть отчасти разве что как в общем то и всегда я говорю сегодня тот самый день когда можно сказать весь мир идет на меня войной да то есть абсолютно все что могло не работать все не работала абсолютно все проблемы которые могли возникнуть все возникли но несмотря ни на что все-таки я к вам прибыл не знаю что вы сейчас все пишут что слышно это хорошо только нужно понять что слышно но в общем то неважно я надеюсь что сейчас по со временем определимся и поймем где я что я и пойдем наверно потихонечку по новостям завис да что ж такое да вот еще я могу зависать сегодня это еще не пока не произошло но может происходить я в эфире лет слышимость отлично все я понял где я я понял что вы меня слышите это замечательно до этого я минут пять с вами разговаривал но вы меня не слышали хотя не знаю кстати может быть на записи это будет к новостям давайте перейдем наконец-то мы в эфире к новостям ну во первых все меня в общем-то упрекнули и все меня пожилили так или иначе за то что я не в курсе был вчерашней ситуации в пскове да по под псковом с двумя молодыми людьми я в общем-то прокомментировал исходя из двух строчек которые мне прислали за две минуты до эфира и прокомментировал какое-то мнение которыми сложился за этих двух строчек потом уже уже в поезде там уезжая сюда в саратов я кстати саратове нахожусь в общем то я узнал о том что на самом деле произошло посмотрел эти видеозаписи которые были до трансляция та самая в перископе ну и так далее почитал в общем-то разные мнения и знаете вообще редко в последнее время можно сказать что никогда нет не то что никогда за последнее время за последнее долгое время было мало новостей которые меня действительно удивляли да то есть даже если что-то происходит неожиданное я у меня всегда есть объяснение этому то есть я практически всегда понимаешь чего это вытекает и как это происходит даже в общем то эта история с хабаровскими живодерками до которые на ум приходят волей-неволей да она все равно для меня было абсолютно понятно и из первых с первых минут то есть да есть какие-то моменты которые такие странные да то есть вот истории были для меня но я понимал из чего и что вытекает почему она так происходит чем мотивировались эти в общем то люди с девушки да и что ими двигал вот в истории вчерашней которая произошла под псковым очень много у меня вопросов и я могу сказать что это та самая новость которая у меня пока в голове не улеглась и я пока не не могу для себя найти в общем то понимание того как и почему это произошло у меня есть три предположения но во первых нужно понимать для тех кто может быть не очень понимает о чем речь два очень как назвать подростка 15-летних девушка и молодой человек забаррикадировались в доме скрыли сейф с оружием там было два ружья и травматический пистолет они начали стрелять по улице приехали полицейские они начали стрелять в их машину на все это параллельно видеотрансляцию в перископе первое что очень удивило конечно абсолютное спокойствие потому что даже мы знаем примеры даже там я не знаю преступники рецидивисты и бандиты я не знаю там люди прошедшие через достаточно многие вещи и видели достаточно многое которые в такой ситуации конечно будут вести себя мягко говоря нервно да здесь ле удивили себя совершенно спокойно и в общем то понимали что они идут на смерть и об этом говорили и говорили об этом совершенно спокойно исходя из этого у меня есть ряд вопросов да то есть в первую очередь к их психологическому состоянии психическому да скажем так в первую очередь и к их состояние организма, да, во вторую очередь. Да, мы видели, что они там курили сигареты и пили алкоголь. Никакой алкоголь и сигареты, конечно, в такое состояние, измененное состояние сознание ввести не может. То есть, есть у меня подозрение, предположение, что, возможно, какие-то наркотические вещества там, в общем-то, замешаны. Спрашивают, запись ли это, потому что у меня не синхронизирована картинка и звук. Нет, это не запись. У нас могут быть какие-то небольшие задержки. Я прошу прощения, это прямой эфир. Вот я прочитал ваш комментарий, Влад Ремчук. Наркоманы пишут. Ну, не исключаю, если честно, потому что вот это, как сказать, я не знаю, что ими двигало в плане мотивации. И я думаю, что никто об этом не узнает, потому что для этого нужно залезть им в голову. Но то, как они спокойно себя вели за несколько минут до своей смерти, да, и даже не столько спокойно, сколько иронично. Я очень далек от мысли, что это какой-то склад характера. Я понимаю, что есть люди, у которых, в общем-то, развита, да, такая вот. Ну, просто они спокойно сами по себе по жизни, но не в таких ситуациях. То есть пока у меня очень много вопросов по этой ситуации. У меня нет пока какой-то четкой... Все из-за спайсов. Вот спайсы-то как раз были бы наоборот. Они, в общем-то, разгоняют, скажем так, да. А тут что-то, я думаю, приглушающее. Я не исключаю, что были антидепрессанты. То есть если мы говорим о наркотиках тех или иных, это не значит, что это люди-наркоманы были очевидные, да. То есть у людей, у подростков были проблемы с родителями, я так понимаю. Причем долго текущие проблемы с родителями. Я не исключаю, что они принимали какие-то, в общем-то, успокоительные. Возможно, сильнодействующие, успокоительные. Возможно, по рекомендации врача, да. То есть я думаю, что в скором времени мы об этом узнаем. Прокуратура проверила действия Росгвардии при штурме дома под Псковом. Ну, конечно, многие уже успели так, скажем так, поругать, да, насколько это правильное слово в данном случае, поругать действия полицейских. Если честно, я, исходя из той информации, которая у меня на данный момент есть, посмотрев ту видеозапись, которая имеется в открытом доступе, я сделал вывод, что, в общем-то, полицейские действовали скорее правильно. Если бы полицейские полезли в открытую, да, ну, то есть люди разделились на два лагеря. Первый лагерь говорит о том, что если бы там были люди, они не стали бы по ним стрелять, подростки. Если бы, в общем-то, полицейские вошли в дом, то они бы сдались. Я очень далек от этой мысли. Я считаю, что если бы там действительно были полицейские, которые рискнули бы зайти в дом, там, на переговоры, или как-то иначе, или для задержания, то по ним начали бы стрелять. Я в этом абсолютно уверен. На сто процентов. Поэтому мы знаем, что, в общем-то, еще до прибытия, насколько я понимаю, Росгвардии подростки застрелились. Поэтому вопросов в данном случае именно к нас, гвардейцам, у меня, наверное, все-таки нет. Я говорю, ситуация очень странная, у меня как-то она пока не укладывается в голове. Нужно больше знать, чтобы говорить о мотивации и о том, чем двигало, что двигало этими людьми. Ну и знаете, вот реакция общества, она очень интересная. Даже, наверное, не столько общества. Нет, не общества. Реакция всевозможных депутатов, всевозможных упал-намоченных и прочее. Конечно, в первую очередь это показывает такой определенный социальный барьер, который выстроен между поколениями. Потому что все депутаты, все упал-намоченные, все даже психологи и психотерапевты, психотерапевты, они люди советского времени, конечно. И даже дело не в советском времени, они люди, которые, ну просто между нами, между, в общем-то, вот этими подростками и депутатами, упал-намоченными, и психологами, психотерапевтами. Даже между ними огромная пропасть времени. И даже если мы возьмем сейчас какого-то квалифицированного, образованного психотерапевта или психолога, он учился по советским учебникам. Он учился в обществе, которое было совершенно другим. Он учился на примерах людей, которые были совершенно другие, а сейчас какие-то, в общем-то, современные, скажем так, да, современные специалисты, они пока еще не дошли до того уровня, чтобы заниматься подобными делами. То есть данными делами занимаются, как правило, люди, которые работают там в структурах уже несколько десятков лет. А я считаю, что данные люди просто некомпетентны. Когда речь идет о детях, когда речь идет о подростках, должны работать те люди, которые понимают, о чем идет речь. Не те люди, которые учились там в 70-х, 80-х годах 20-го века, они просто некомпетентны. Но давайте по другим новостям. В принципе, сегодня их немало, помимо этой ситуации под Псковым. Вот прислали нам новость из Краснодара. Суд может замять дело о массовых убийствах собак в Краснодаре. Я так понимаю, там сейчас воюют зоозащитники. Ситуация произошла еще 14 февраля, то есть уже скоро год, как это дело длится. Я так понимаю, там какое-то частное предприятие, ИП Колоссов занимались отстрелом собак. И застрелили около 40 собак на глазах у прохожих, среди которых были и дети. И, конечно, в отношении них были возбуждены уголовные дела в отношении этих людей в статье 245 Уголовного кодекса жестокое обращение с животными. И всевозможные зоозащитники выступили за соизмерное наказание, потому что отстрел был незаконен. Это очевидно. То есть это те самые докхантеры, я так понимаю, о которых очень часто у нас рассказывают, которыми часто пугают, иногда и по делу пугают, безусловно. Дело приобрело достаточно серьезный масштаб, федеральный масштаб, и об этом достаточно часто говорят. И вот сейчас, я так понимаю, что суд, скорее всего, отправит дело на доследствие. Но доследствие может затянуть дело на очень долгое время, иногда это годами может длиться. Я не знаю, кстати, какой срок давности по данной уголовной статье не изучал. Кстати, интересный вопрос, можно погуглить. Могут ли они уйти от ответственности по срокам давности? Я думаю, что, в принципе, наверное, могут. Надо посмотреть, не могу знать, что по данному поводу сказать. Конечно, такая ситуация вызвана, в первую очередь, скажут, есть животные, да, есть люди, которые этих животных убили. Вот скажут, при чем здесь Путин? Ну, вот как можно связать эту историю с Путиным? А вот будет смеяться, и здесь тоже виноват Путин. Почему? Потому что, конечно, вопрос бездомных животных, он очень остро стоит, особенно в не особо больших городах. То есть, если мы, например, в Москве, ну, практически не видим бездомных животных так или иначе, то даже в Саратове, в городе, где миллион человек вообще-то проживает, ну, неофициально, официально, там, чуть меньше миллиона, да, но по факту проживает миллион человек. Вопрос с бездомными животными, он стоит очень остро, очень и очень остро. То есть, есть целые микрорайоны, в общем-то, которые оккупированы, скажем так, стаями животных, которые нападают на людей. И общество, вернее, власть, да, в первую очередь власть никак с этим бороться и этот вопрос решать не хочет. И поэтому возникают вот такие прецеденты, да, когда люди, в общем-то, берут оружие, убивают животных, иногда за деньги, иногда, чтобы, в общем-то, обезопасить себя. Мы знаем историю, как нападают животные возле школ, да, ну, нападают собаки возле школ на детей в том числе, и потом этих собак упивают, ну, просто потому, что никто не хочет стратегически этот вопрос решать, да, глобально. В Якутске начали массовое отключение домов от газа. Вот вообще интересная система, вот я тоже проанализировал новости, пообщался с несколькими людьми, которые в этой... власть вообще ничего решать не хочет на животных, тем более всем все равно. Но здесь другое слово, не будем материться лишний раз. Согласен, конечно, власть... Это власть временщиков, если мы говорим так уж. Сейчас мне скажут, опять что я коммунистическими лозунгами заговорил, но тем не менее власть временщиков, которая решает только то, что им приносит выгоду здесь и сейчас. То есть, если есть какой-то вопрос, который принесет выгоду вот сегодня, то хорошо. Если принесет выгоду завтра, то может быть, если послезавтра, то нет. Этим вопросом не будут заниматься. Вопрос бездомных животных, кому он принесет выгоду прямо сейчас. Ну вот вы придите к мэру и скажите, нам нужно построить какой-то приют для животных, создать службу, которая будет отлавливать бездомных животных, кормить их за счет бюджета, содержать их там, делать какие-то прививки и пытаться куда-то их пристроить. Какая выгода от этого власти? Люди рассуждают только с позиции выгоды. Конечно, вопрос домашних животных и бездомных животных, он никому выгоды не приносит. Да, в Якутске начали массовое отключение домов от газа. Я, в общем-то, начал к тому, что у нас сейчас будет идти массовая система оптимизации, так или иначе. То есть мы уже видели вчера, я рассказывал о том, что несколько населенных пунктов, в общем-то, отключили от электроэнергии и газа. И будут, в общем-то, продолжаться подобные случаи. То есть вообще вот сейчас мы об этом слышим как о каких-то частных системах. Очень скоро, вот помяните мое слово, там к весне 2017 года мы услышим вот это слово оптимизация, которое было там в 2011 году. Мы снова его будем слышать. Оптимизация общественного транспорта, оптимизация медицины, оптимизация расходов на образование и так далее. То есть вот это слово, может быть, оно будет не так называться, может быть, оптимизация, оно называться не будет сокращение. Как-то иначе, может быть, придумают какое-то интересное новое слово, о котором мы пока не слышали, не знаем. Но так или иначе, власть будет идти на то, чтобы сокращать расходы. Почему? Потому что нет денег, естественно. И поэтому будут отключать должников, а иногда и не только должников, от газа, света и так далее, целыми населенными пунктами. И вот дальше мы идем в Омске, отменяют 27 маршрутов общественного транспорта, скоро отменят 127 маршрутов, неважно, есть они в Омске или нет. Это тоже будет идти по системе так или иначе оптимизации. Вот я сначала сказал об этом, а потом прочитал. Это называется план оптимизации городской транспортной сети. Вот я, честное слово, я не читал. То есть я сначала сказал это слово, оптимизация, а потом долистал до этой новости и смотрю, они называют его оптимизацией городской транспортной сети. И она будет проходить в два этапа в Омске. В первый этап до конца 2017 года мэрия, значит, исключит дублирующие маршруты. Ну, понятно, что такое дублирующие маршруты. В общем-то, будут сокращаться, сокращаться общественный транспорт вообще в целом. И там в 2018, в 2019. Ну, омские власти могут не рассчитывать на 2018-2019 год, потому что в 2018-2019 году будут другие власти, как в Омске, так, в общем-то, и в России в целом. Так, ну, давайте побаним такой тайм-аут сделаем. Оптимизация населения. Да, это очень правильно. Вот к этому мы все идем. Завод Сейдина, да. Про завод Сейдина многие тоже сегодня говорили. Второй исход прошел работников завода Сейдина, несмотря на угрозы и провокации. Задолженность по выплатам перед 151 работником завода достигла 16 миллионов рублей. Ну, это, в общем-то, не особо много. Так уж, если по-честному, по нынешним меркам, когда мы слышим, что миллиарды некоторые заводы должны... Ну, вот я вам давайте покажу фотографию, во-первых, как этот сход прошел. Несколько десятков человек там было. Так, сейчас я вот это отключу. Вот так. Несколько десятков человек присутствовали, требовали, в общем-то, вмешательства городских и областных властей. И, казалось бы, мелкая какая-то новость, зачем они вообще говорить, но, опять же, вспомните, вчера мы говорили про забастовки и народные сходы работников завода. В общем-то, позавчера тоже об этом была речь. То есть, сейчас нарастает, так или иначе, вот эта социальная напряженность. Ну, и я, кстати, об этом... Ну, и я, и не только я об этом говорил уже давно, о том, что политический протест будет перерастать в социальный. И это логично. То есть, если в 2012 году мы видели там массовые протесты либералов, массовые протесты националистов, массовые протесты коммунистов, то сейчас мы будем, как старые добрые времена, слышать о массовых протестах рабочих, о массовых протестах там сотрудников одного завода, другого завода и так далее. И это, в общем-то, логично. Выборок, давайте без меня. Давайте на вопросы я в конце поотвечаю. Задавайте их, я, в общем-то, на них обращаю внимание. А вот знаменитую башкирскую деревню впервые проведут электричество. Ну, вот цивилизация дошла, наконец-то, до деревни, в которой снимались известные советские киноленты «Вечный зов» и «Пропавшая экспедиция». Ну, признаться, вот я не смотрел ни ту, ни другую советскую киноленту, знаменитую, как их называют. Ну, слышал, кстати, про «Вечный зов», конечно, слышал, а вот «Пропавшая экспедиция», честно говоря, даже как-то не на слуху лично у меня, хотя не знаю, может быть, она действительно достаточно известная. Я так понимаю, что еще в советское время там снимались фильмы, которые позиционировались как нечто такое совсем забытая деревня, да, то есть место, в котором нет цивилизации. И вот прошло уже сколько, 50 лет или, ну, я не знаю, даже 40-30 лет, неважно, ничего с тех пор не изменилось. А вот, однако, только сейчас правительство Башкирии, наконец-то, обсудит ситуацию с энергоснабжающей организацией и руководством региона. Да, то есть у жителей, наконец-то, в 21 веке, в 2016 году появится электричество. Здорово. Ну, вот у нас есть прекрасное село Лох, про которое мы всегда с Вячеславовичом вспоминаем, в случае чего, Новобородского района, и там есть мельница водяная. И вот там электричество было в центральной части села в 1906 году. То есть еще даже до советского времени уже было, в общем-то, электричество у каких-то, ну, может быть, зажиточных людей, но, тем не менее, оно уже было. То есть, кстати, ровно 100 лет назад, вот видите, как забавно, 100 лет назад в селе Лох появилось электричество, а, в общем-то, в Башкирии до сих пор, в 2016-м только появляется электричество. Такая вот у нас страна необъятная, да. А, вот в Вечном Зое пишут, что в эту деревню электричество провели. Ну, вот видите, прошло всего сколько там, я не знаю, сейчас мы забоним, прошло всего там с момента съемки фильма, я не знаю, когда он снимался, но пускай 30 лет, и, наконец-то, наконец-то, сказка стала явью. Подписчики бегут со страшной силой, больше мата. Да, подписчики бегут, потому что я матерюсь. Нет, это не так. Во-первых, подписчики никуда не бегут, происходит ротация кадров, мы об этом говорили, я показывал статистику, и если кто-то там во влажных фантазиях надеется, что у нас идет отток подписчиков, не надейтесь. Отток подписчиков очень маленький, можно сказать, минимальный. А будет ли эфир с Вячеславом, конечно, а как же иначе, 21 час обязательно. Церковь считает процесс в отношении противников храма в Торфянке защитой конституционных основ. И вот тут меня, конечно, бомбит со страшной силой, и вчера я об этом говорил, и сегодня продолжаю говорить. Вчера всех задержанных активистов парка Торфянки отпустили, но возбудили уголовное дело в отношении одного из активистов. И я так понимаю, там всех хотят так или иначе привлечь к ответственности по статье о защите чувств верующих, о нарушении, оскорблении чувств верующих. И еще хотят привлечь по 282 статье. Но мы уже говорили, что нужно им теперь вписать еще и сепаратизм, и посягательство на конституционный строй России. То есть это вот 4 статьи, по которым можно привлечь абсолютно кого угодно. А еще 280-е есть, это призыв к массовым беспорядкам. Вот 5 статей, которые можно вписать абсолютно любому человеку. Вот на улице его хватаешь, сажаешь за этот стол, и 5 уголовных дел на него возбуждаешь совершенно спокойно, потому что это статьи, под которые попадает каждый из нас, каждый из вас, я, каждый, кто пишет в этом чате, кто смотрит эту передачу. И вот церковь посчитала, что, в общем-то, возбуждение уголовных дел на активистов, которые защищают парк, которые защищают экологию, которые защищают свое право отдыхать в зоне отдыха, да, которая предназначена для этого, люди, которые просто защищают свой район. Церковь считает, что вот уголовное дело в отношении них – это защита конституционных основ. Ну, вообще говорить, церковь, которая говорит о конституции в России, это, конечно, очень смешно, потому что конституционные основы, в первую очередь, как раз-таки подрывают именно церковь. За ОРПЦ, да, но, естественно, я не говорю. Хотя, вот знаете, тоже, когда я говорю о том, что я отделяю, вот это такой спорный момент, когда я говорю о том, что я отделяю ОРПЦ от христиан, я делаю вам большую поблажку, христиане, без обид. Потому что, если бы я видел, что есть большое движение, христианское движение, которое борется с ОРПЦ, которое борется с Гундяевым, который является преступником, который борется с еще десятком преступников, которые в этой отрасли сидят, если бы я видел это движение православных людей, я бы сказал, вот это люди православные, а вот это ОРПЦ. Этих людей, к сожалению, не вижу, извините. Я знаю, что есть отдельные какие-то люди там по одному, которые сидят и которые говорят о том, что я православный человек, но я не поддерживаю РПЦ, но я не вижу движения, которые борются за ОРПЦ, да, с вот этим, в общем-то, преступным аппаратом, который захватил церковь и захватил, оккупировал русское православие в России, да. Поэтому, когда я говорю, что отделяю христиан от церкви, я считаю, что делаю христианам большую поблажку. Вот когда я увижу, что христиане борются за свою церковь, за настоящее христианство, да, за настоящее православие и борются за ОРПЦ, вот тогда я, в общем-то, буду очень рад, хотя я не христианин. Буду очень рад, а пока, пока вам есть над чем работать, друзья. Крым отдай. Нету, у меня нету Крыма. Вы думаете, я его куда-то спрятал? Школа эвакуирована на севере Москвы из-за короткого замыкания. Не очень веселая новость, совсем не веселая. Третья новость подряд о коротких замыканиях в школах. Если вы помните, я об этом говорил, 750 человек эвакуировали, то есть цифры растут. Сначала, в первом случае, я уже не помню, в каких городах это было, в Краснодаре, и еще в каком-то одном. В Краснодаре эвакуировали 500 человек. На следующий день в каком-то городе, также на площади 20 квадратных метров, горела школа. Там 600 с небольшим человек эвакуировали, вот тут 750 учащихся. И, к счастью, пока никто не страдает. Нету пострадавших, да. Но, тем не менее, мы видим, что если так будет продолжаться, да, вот эта волна, она будет идти с, в общем-то, мелкими пожарами, которые потом могут перерастать в очень серьезные трагедии. И, к сожалению, на это опять никто не обращает внимания. В Челябинске при пожаре мать выбросила ребенка с четвертого этажа. Тоже, конечно, жуткая история. Загорелась квартира, выбежали соседи. Женщина, в общем-то, с ребенком не смогла выйти через дверь, потому что им, в общем-то, преградил дорогу огонь. И женщина выбросила ребенка из окна на простынь, на ковер, да, который расстелили выбежавшие соседи. Ну, наверное, нужно очень отважным человеком быть, чтобы на это решиться. Потому что, конечно, если бы, не дай бог, что-то случилось, и ребенка бы не поймали, или при падении он получил бы какие-то серьезные травмы, то и эта женщина бы потом в итоге осталась жива, то, наверное, какие-то, я не знаю, как вообще жить после этого с такими мыслями, да, понимая, что, в общем-то, не огонь убил твоего ребенка, а вот ты его выбросил, хотя пытаясь, в общем-то, спасти, естественно. Вспоминается сразу невольно так фильм «Мгла» и концовка фильма «Мгла», кто смотрел, в общем-то, тот поймет, да, когда уже, казалось бы, безвыходная ситуация, и главный герой убивает всех сидящих в машине, чтобы, в общем-то, они не мучились, да, а потом открывает дверь и его спасают. Но кто смотрел фильм, понимает, вот здесь, мне кажется, чем-то схожие эмоции, наверное, они испытывала эта женщина, схожие эмоции. Со 2 декабря стоимость парковки в Москве вырастет до 200 рублей в час, но мы об этом говорили, но тут сразу поспешили. Правительство Москвы сразу все, в общем-то, отвергло и сказало, не-не-не, ничего не будем повышать, только на 133 улицах. Но ерунда, 133 улицы в центре Москвы повысили стоимость парковки. Ну, москвичи, посмотрим, как это отразится, в общем-то, на стихийных стоянках, в том числе, да, то есть мы знаем, по Москве ездим, видим, как люди ставят машины, в общем-то, загораживают номера, да, закрывают номера, чтобы их нельзя было отсканировать, да, то есть обходят, пытаются обходить эту систему, но и будут продолжать пытаться, не потому что люди жадные, потому что, в общем-то, исходя из тех средств, которые у нас есть, да вообще, кому мы должны что-то платить, вот, ну, отдельная история, конечно. В Тверской области при пожаре погибла мать с пятью детьми, продолжаются пожары в очередной раз, в общем-то, страдают дети, в этот раз пять человек, да, то есть мы уже слышали о гибелях родителей, там, с двумя детьми, с тремя детьми, сейчас вот с пятью детьми сразу, жуткая, конечно. Ситуация. Следственный комитет России задержал администратора группы во ВКонтакте, склонявшего детей к самоубийствам, и вот тут я вообще ничего не понял, но, вернее, я понял это, это как раз то, о чем я говорил, это как раз некомпетентность абсолютная, органов, которые занимаются вопросами подростков, вопросами воспитания подростков, вопросами, как сказать, защиты подростков в том числе, да, то есть люди, которые абсолютно ничего не понимают в детской и подростковой психологии современного общества, пытаются их защищать. Сейчас, я так понимаю, посадят этого молодого человека, там нам рассказывают о том, что он там манипулятор, жуткий, вообще скрывался там под каким-то невероятным именем Филипп Лис, вот неожиданно, в соцсетях, оказывается, кто-то ставит не свои имена, представляете, как бывает, и он там какой-то невероятным психоанализом занимался, и на основании психоанализа склонял детей к суициду, был известным манипулятором, там чуть ли не этот, как его, гипнозом там владел через соцсети и так далее. Конечно, это полный бред, никто никаким гипнозом не владеет, и в первую очередь нужно заниматься воспитанием своих детей, если у вас нормальный ребенок, в общем-то, самодостаточный так или иначе, да, то, я думаю, никакие гипнотизеры с фамилией Лис, в общем-то, на ваших детей повлиять не смогут. Не знаю, я просто ставлю вот себя в пример, да, то есть, наверное, имею на это право, в том плане, что я не так давно там, относительно большинства наших зрителей, был подростком, я просто представляю, что там 7, там, я не знаю, сколько, 8 лет назад кто-то там в социальных сетях мне начнет писать о том, что там, давай покончим жизнь самоубийством, это так круто, не знаю, на меня бы это, наверное, не подействовало, либо я вот такой не склонный к гипнозу, либо вот то, о чем они пишут, это полная херня. Давайте поотвечаем на вопросы, у нас сегодня, хотел сказать, у нас сегодня сумбурный эфир, и теперь пытаюсь вспомнить, когда у нас был не сумбурный эфир, я думаю, что с завтрашнего дня у нас будет второй ведущий, многие об этом пишут, что нужен второй человек, который будет, в общем-то, читать новости, как-то поддерживать беседу, задавать вопросы, я, в общем-то, пришел к такому же выводу, поэтому я думаю, что с завтрашнего дня он появится, я вам его представлю, а пока давайте поотвечаем на вопросы. Субтитры сделал DimaTorzok был подростком но я думаю что все-таки в 22 года можно уже сказать что не подросток я не говорю что я там какой-то старец но уж подростком в 22 года тогда до скольки до 40 лет называть себя подростку какой-то грустный почему я не грустный просто сумбура очень много сегодня и честно скажу неподготовленный эфир поэтому грустный хочу делать качественно и эффективно не всегда так выходит хожу ли на футбол очень давно очень редко хотя может быть и и и зря в москве вот был хотел сходить на футбол а футбола нет представляете паузу там на игры сборной передать пожалуйста привет городу острову псковской области мы с вами обратите внимание обратил большой привет сергей научи дмитрий обеспечивать звук программе я вообще не понял что вчера произошло я ехал в поезде и только с утра получил сообщение что какие-то проблемы со звуком не знаю что там было сейчас будем разбираться я думаю что сейчас все починим что за купюра в картине за спиной это советские 100 рублей но такие уже в смысле которые ничего не стоили кстати да я их прошлый раз убирала сейчас вот забегался не успел сергей так и будете развиваться разрываться между саратовом и москвой ну а как же иначе будем вынуждены в скором времени мне еще то есть не читал новости серега нет читал конечно как же вот то о чем я сейчас рассказывал если бы уж совсем не читал то было бы наверное я тогда не выходил в эфир разрываться будем до между саратовом и москвой к сожалению ну а как иначе никак сейчас мне еще в казань нужно будет съездить но как бы по своим делам но я думаю что там какую-то может быть агитационную работу проведем посмотрим вопросы из разряда спроси мальцева задавайте мальцеву я понимаю что может быть мальцев более там популярен чем я более авторитетен чем я без вопросов но уж извините я как бы не это не пресс-секретарь мальцева хотя выполняю работу пресс-секретаря мальцева не в общем я не передаю ему вопросы мы сделали на мою программу не для того чтобы сюда писали вопросы мальцева посоветуйте фильмец какой-нибудь ну я каждый раз буду советовать фильмы быкова посмотрите все фильмы быкова кто смотрел фильмы быкова ну не знаю я бы на конечно в зависимости от вашего настроения от жанра который вы любите посмотреть великого гэтсби неплохой фильм я недавно прочитал книжку тут вот кто-то мне я и вообще не понял почему люди пишут и не читаю книжек я очень много читаю книжек но может быть последнее время меньше за счет загруженности но тем не менее читаю достаточно много вот великого гэтсби прочитал и фильм мне кстати понравился больше посмотрите фильм великий гэтсби там кстати еще в декабре играет без оскара улюкаев да вот про улику а улюкаева много говорят но мы конечно про улика его будем говорить 21 час мое мнение это очень хороший такой очень грамотный ход очень классный такой тычок ниже пояса со стороны нашего любимого вячеслава викторовича конечно мы понимаем что улюкаев это человек скажем так медведева ну это очевидно потому что это правительство медведева и такой крупный скандал в правительстве медведева на руку только одному человеку и мы знаем как как его за скажите как его зовут что скажете как про камикадзе как о человеке я не знаком с камикадзе но мы не не знают две минуты друг другом разговаривали в личную скажем так не знаю дуэлянт не смотрел многие рекомендуют может быть да может быть стоит посмотреть про украину спрашивают я кстати не в курсе как как там развивается ситуация на украине я вообще как тот я не знаю почему как-то я выпал из такого понимания что там происходит в том плане что вчера мне написали что там будет какой-то майдан я подумал ну наверное наверное какие-то хихеньки да хаханьки а сегодня действительно там вышли в общем то несколько тысяч человек причем разнятся данные на украинских пабликах я читаю что там 500 тысяч человек в центре киева по первому каналу говорят там 3000 человек знаете я может быть мой такой протестный потенциал конечно я бы вам сказал там вперед братья украинцы сметите там всех в общем то тех кого не смогли в первый раз вперед мы в общем то с вами и так далее может быть да если бы ни одно но если бы я сегодня не был свидетелем как на первом канале очень активно рассказывают и говорят какие молодцы украинцы что они выходят на очередной майдан и будут бороться там спас порошенко и со всеми прочими и вот тут у меня возникает вопрос с каких это пор у у нас на первом канале начали поддерживать в общем то действительно идейных людей еще раз я ничего не понимаю что сейчас происходит в украине чтобы понимать что происходит в украине мне надо жить в украине поэтому я не говорю что там какие-то люди там рука кремля да то есть что это там какая-то вот сложная схема я думаю что со временем мы все увидим кстати если кто-то если кто-то из украины могут может нам прокомментировать да из участников может быть этих событий вот это вот очередного майдана как его называют то давайте с удовольствием узнаем в на украине да я тоже кстати раньше так говорил все как прокомментируете высказывание горского про обсуждение программа мальцева с народом я уже говорил что я читал его первый куб первую критику как бы свое мнение по этому поводу сказал в прошлой программе читал его критику на критику скажем так второе сообщение я так понимаю что-то еще третье написал я не в курсе не видел зачем жить в украине чтобы понимать интернет же есть не знаю знаете очень разные бывают ситуации интернет конечно есть но в общем-то интернет так или иначе контролируется разными аффилированными структурами да то есть сторонники майдана пишет одно противники майдана пишет другое нужно в первую очередь объективность соблюдать данном случае за присутствие на майдане плавится туда спатье 120 гривен понятно а нам обама платят вы не знали это бывший регионал и я не в курсе еще раз говорю что там произошло поэтому давайте в общем то пишите кстати может быть если кто-то в курсе пишите о чем речь в чем конфликт там и так далее когда уже расскажешь панорам паранормальной истории жизни когда какой-то момент будет нужно какой-то я не знаю повод повод их их достаточно много если мальцев вам не отвечает значит задумайтесь над тем что вы не пишете россияне боятся выйти на свой майдан может быть и правильно в том плане что есть как бы более эффективные методы скажем так какой вот это мне очень нравится какой смысл в твоей передаче воровать аудиторию мальцева первых то как вы аудитория ворует мы идем в разное время если мы шли в рава в одновременном как бы одновременно да в одно время то да согласен можно было бы сказать что там это как-то друг другу может мешать это во первых во вторых никто вас не заставляет смотреть вот вы смотрите зачем пишите вопрос это во первых во вторых есть четкое представление и понимание какой программа должна быть она сейчас как бы встает и ширится скажем так сейчас только какой там 2 или 3 неделя до пошла со старта программы был приму была прямая линия в сша да вот я хочу чтобы программа выглядела примерно так как была вот эта прямая линия в сша чтобы люди из разных мест могли выходить в нашу программу я ее буду вести вы будете задавать какие-то вопросы рассказывать какие-то случаи и так далее и присылать нам свои новости региональные куда мальцево писать ребята больше внимательности есть десять тысяч почт но может не десять тысяч может быть три все они есть в описании куда можно написать кроме чата есть моя электронная почта арт зрения собака gmail точка ком ссылка на нее есть в описании под этим под этой трансляции туда вы можете присылать какие-то вопросы или в общем-то вопросы или предложения или новости может писать на электронную почту лучше быть продюсером я вообще никогда ничего не продюсировал давайте еще пару каких-нибудь вопросов и на этом заканчиваем я прошу прощения что я сегодня какой-то разобранный такой немножко будем исправляться чтобы понимать что происходит в украине подпишись на балашова я буду понимать что думает балашов о происходящем на украине а я не хочу знать что думать балашов я хочу знать но не хочу это воспринимать как единственную истину борт одевать в скором времени с кем-нибудь обязательно борт закон о фанатах отменим конечно отменим но это по полная глупость фанаты конечно являются определенной движущей силой мы это видели и на манежной площади и на в общем-то многих скажем так событиях протестного характера поэтому закон о фанатах он конечно в первую очередь введен для того чтобы подавлять активный слой населения активный и активный и скажем так как это сказать но протестный протест не конечно свою очередь сергей ты будешь подробно освещать как жители парфянка торфянки отстаивают свой парк меня не дает покоя я вам честно скажу эта история и конечно я очень хочу как-то в нее вписаться не пока не очень знаю как чем я могу быть полезен и чем я могу помочь но в первую очередь хочу конечно связаться с организаторами протестов в торфянке чтобы они в общем с активистами да чтобы они вышли в нашу передачу если есть возможность если нет возможности я до них доеду на месте сниму в общем-то материал покажу его вам но наверное вот в данном случае это все чем я могу быть по моему полезен может быть не все но как бы вот основная моя роль будет в данном случае такая но я с удовольствием как бы как сказать не с удовольствием это моя обязанность поучаствовать в этом процессе а и 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 Горский, нужно понимать, что Горский – это Горский. И Горский, в общем-то, не отражает собой какое-то мнение миллионов людей. Я всегда говорил, что посадите здесь трех националистов, и они друг с другом подерутся за то, кто из них более правильный националист. Поэтому, к сожалению, да, есть такая проблема. Она всегда была, она всегда будет. Закон о продаже алкоголя после 22-х отмените. Ну, во-первых, что значит отмените? Я, если вы меня спрашиваете, не отменю. Не отменю, считаю замечательным законом. Вообще, очень многие из тех законов, не очень многие, окей, пардон, отмотаем назад. Несколько законов из тех, которые считают некоторые категории людей репрессивными, я считаю верными. В том числе закон о курении, который многие считают репрессивным и бессмысленным. Сразу вы можете сказать, что, в общем-то, закон о курении – все равно люди курят, но это вопрос о его, скажем так, о его соблюдении, да, этого закона, о его исполнении. Это не значит, что закон плохой, закон на самом деле хороший. Это мое мнение. Может быть, кому-то оно не понравится. Будет ли Борис Миронов вести свою программу на вашем канале, как вы обещали, с удовольствием? Давайте обсудим. Ну, в смысле, надо решить этот вопрос, да. Мы не против. А как же свобода человека, а как же свобода некурящего человека? Я вам сразу задам ответный вопрос. Спасибо за ваши вопросы, спасибо за то, что вы нас смотрите, спасибо за то, что подписываетесь, спасибо за то, что ставите лайки, спасибо за то, что мы с вами увидимся в 21.00, то бишь уже практически через час. И вообще, давайте как-то этот вопрос в конце, так я объявление сделаю, вынесем этот вопрос на обсуждение. В группе ВКонтакте я повешу опрос. В какое время мне выходить? В 18.00, с 18.00 до 19.00 или с 19.00 до 20.00, как было сегодня. Наверное, многим будет удобнее с 19.00 до 20.00, потому что все работают там до 6.00 и будет больше времени вернуться домой и подключиться к эфиру. Поэтому вывесим это на обсуждение. Мне, если честно, наверное, тоже будет удобнее до 19.00, потому что больше времени на подготовку новостей, на подготовку информации. Поэтому спасибо всем. Всем до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok